приготовила я свой шкаф к покраске давно бы хотела покрасить говорил я вам буду красить вот эту вешалку вот это зеркало с тумбой и вот этот вот шкаф сначала только снаружи возможно летом уже изнутри буду красить только вот эти вот рамки то есть но обрамлению и будет более светлый свет у меня приготовила для того чтобы начинать работать буду я вот этой краской красить я уже говорил что это шикарнейшая краска она смесь меловой краски и ну не знаю как это сказать ему сама ли ну почему не уникальнейшие свойства я не красил уже дверь это другой цвет немножко оттенок другой вот сейчас я буду ей работать она не требует нанесения грунта и ложится в один слой шикарным что быстро позволит мне покрасить чем я буду красить вот я приготовила скорее всего более широкой посмотрим я вот этой вот буду красить это велюровая вот более узкие места вот я смотрю я думаю что я все таки вот это буду красить потому что у меня видите такая в пуклая поверхность то есть она вогнута внутрь и мне кажется вот это вот будет намного лучше чем велюр ну пас но сначала же я конечно обезжирю это но просто вот водка самая дешевая вот но она мне нужна только вот еще с прошлого двери я еще обезжиривала так что сейчас вот начну и буду покрасить покажу вам результат ничего особенного в обезжиривании есть просто намочила и просто протираю и она просто высохнет какие-то более заляпанные места вот эти вот сейчас кстати ручки надо снять конечно я пройдусь получше это у меня не хватило скотча вот этого но вот этот скотч все равно лучше это скотч для деликатных поверхностей он более дорогой но на самом деле для шкафов вот видите здесь нет такой щелочки в отличие от того когда вот вы этот приклеиваете здесь вот иногда бывает такая щелка он больше сминается его хуже приклеивать вот этот вот намного лучше приклеивается ложится но я реально как бы вот если буду с мебелью еще работать я только такой буду брать но все ребятки поехала я обезжиривать ну что ребятки примемся за дело благое я уже говорила что я решил что я при таком расходе не буду использовать сейчас главное 1 я не буду использовать поддон потому что очень много идет перерасхода вот так все видите как идеально краска ложится главное распределить сильно не нажимать когда сильно нажимаешь идет здесь такие эти образуются но все мягко распределяем и красим сразу кисточкой вот эти места проходим все закрашиваем видите кисточкой валиком все хорошо у нас ложится девочки мои поменяла я на велюровую почему потому что остальные оставляют вот эти вот мелкие капельки и совсем плохая консистенция поэтому и мне не понравился этой получается дольше работать потому что вам приходится вот вдоль вот такие движения делать и когда вы делаете такие движения то это не вот так вот знаете как хоп 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 иначе вот здесь у меня не прокраситься поэтому вот у кого такая выпуклая поверхность то получается что вот только так красить дальше как пример показала дальше что я еще могу сказать опять же по технологии прокраса так как у меня сверху вот этот молдинг то сначала нужно идти сначала им всю вот эту вот часть сначала им проходим все вот как раз снимите лишнюю краску и потом вот таким вот движением видите все ровненько дальше те места которые по каким-то причинам вам кажется светлыми то вот чуть-чуть она начинает просыхать берете кисточку высушиваете ее прямо максимального час я его здесь и методом сухой вот эти не высохла то есть нужно чтобы чуть-чуть подсохла и вы видите там вот она высыхает и вот какие-то вот знать пятна методом сухой кисточки вот так вот эти пятна доводим до однородности если вам где-то что-то дать вот нажим немножко не прошел вот видите вот вот здесь вот было вот методом сухой кисточки это называется делать но все мне неудобно снимать и красить видите вот как раз полусухое вот я методом сухой кисточки до вожу вот здесь вот было пятно вот так вот я довожу до однородных хорошо все с краска быстро сохнет поэтому я быстро работаю какие тонкости дальше вам будут пока совершенно ленивый здесь красть но видите как темно в шкафу надо решиться три часа ночи фух я невероятно довольно стало так светло вообще сейчас буду сдирать вот эти вот штуки очень много нюансов я тут оттирала в общем сейчас все расскажу так вот смотрите я сняла скотч и бывает такое что когда ты снимаешь скотч либо со скотчем сдираешь либо вот такие вот не прокрасывая вот я их нашла видите и сейчас буду докрашивать вот эти вот мелкие детали кому-то это может даже быть незаметно да а когда ты красишь видите вот заплаточки вот так то мне конечно хочется все это подправить мне будет точно в глаза бросаться даже если кто-то другой и не заметит или подумать что эта тень эти вот там вот эта тень у меня все закончилось все закончилась покраска я такая довольна потому что у меня это затянулось я не успела сделать пока летом все ну за неделю я только тогда когда у меня все уезжали я успел только двери перекрасить теперь я накрасила шкафу раз все красиво смотрится ну красиво теперь комната стала такая светлая вот он узкий так коридоры вот это вот темная потом вы понимаете венге мне уже надоело ну надоело понимаете когда-то это было модно сейчас я смотрю уже и уходит из моды раньше это была подделка под богатство потому что ну вообще изначально венге это из дерева отдельного делали а потом вот научились вот это вот клеющую делать и пошла такая мода но сейчас это уже даже признак дешевки потому что самая дешевая мебель она как правило вот именно с таким рисунком но потому что наклеил вот и как как стало популярно а когда у тебя стоит 10 лет дома вот этот вот шкаф хочется перемен а представляете вот что такое поменять сейчас мне шкаф да вот мы живем это его вопрос выбора когда я буду ходить я этот то выбирала у меня узкий коридор по размеру соответственно какой-то вот шкаф который там гардероб делать встроенный в общем это целая проблема а сейчас я обновила меня такое ощущение что у меня новая мебель абсолютно вот в общем у меня восторг конечно я очень рада краска ложилась шикарно но какие моменты по 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 окраске я все-таки хочу отметить баликом я красила и у валика есть элемент усталости потому что до этого я двери каждую по отдельности красил я рассказывала то есть я все четыре одновременно не красил а здесь из-за того что элементов вот этих вот много то получается что я красила долго несмотря на то что кажется объем большой потому что сплошную дверь так идешь идешь и идешь а вот когда в шкафу вот эти вот во всякие объементы на то очень долго обклеивала я очень долго чтобы там ничего не задевала лишнее и получается что я долго и у меня вот валик сам сам вот этот вот мешочек краска стала пристава ну засыхать внутри валика и потому что она очень густая и достаточно такая вот на валике засыхающая со временем то есть часа через два нужно менять на новую шубку по хорошему а у меня шубки не было поэтому я остаток а я представляю что есть я в ночь у меня ребенок мой младший дома и хорошо что эти краски не пахнут я уже рассказывал про них ой господи гибридные краски сейчас их не видно что тут написано но я ссылку оставлю внизу где я покупала все все оставлю все кому потому что они идеально на мебель вот в отличие от акрила у меня я и акрилом мебель красила они смотрятся богато у них такой оттенок хорошего акрилом вы такой не добьетесь у них они более прочно лежат они по-другому вот то есть у них действительно вот для мебели совсем вот разные вот не случайно кто мебельщики специально открашивать мебель они используют специальные краски они акриловые не используют вот я делала видео с тестированием красок вот я как раз те кто занимается перекраской мебели они использовали вот меловые краски но тогда вот эти вот вот этих не было и я думаю что многие мебельщики на них перейдут кто декорирует потому что я покрасил вот за один раз то есть я покрасил а меловой краской нужно красить там 45 слоя а у меня был вот этот вот темный венгий цвет я закрасил за один раз а это я бы красила слоев 6 7 чтобы его не было видно как меня устраивает потому что у меня совсем светлый контрастный свет получается вот и вот это усталость валик поэтому а у меня не было я докрашивала кисточкой и так как у меня узкое вот это расстояние то в принципе никаких подтеков никаких полосочек от кисточки у меня не было вот здесь вот я красила кисточкой смотрите как она ничем не отличается вот а вот здесь здесь я красила валиком здесь я красила валиком так и вот здесь а вот это вот кисточка теперь диван смотрится конечно как пупырышек я на али уже заказала специальный чехольчик сейчас вот под 11 скидки будут и такой натяжной чехольчик я заказала по цвету чтобы светлее было в принципе этот диван можно тоже покрасить но если в такой же цвет он будет сливаться я не хочу он еще у меня в хорошем состоянии хотя качество достаточно хорошие это какой-то питерский и очень давно я его брала и при этом на нем вообще видите не потертости ничего вот чуть-чуть вот здесь вот ну прям совсем немножко если уж присмотреться причем в коридоре он эксплуатируется очень сильно ну вот чуть-чуть ведь его цвета не то есть он в принципе в хорошем состоянии перекрашивать я точно не буду но вот придет чехольчик обязательно вам его покажем не совсем не нравятся ручки как получились потому что они сливаются вот здесь вот они не сливаются вот здесь они стали сливаться но темными их оставить я не могла может быть я придумаю вот ведь они как металлические с чем-то сверху декорировать дополнительно или обклеить или в общем не знаю посмотрим но что-то здесь прям просится доделать я только про те места которые вот прям утром стало я красила по времени до 4 утра я красила потом взялась за полы начала тестировать на пола на полах межплеточные швы в следующем видео покажу потому что я протестировала там на небольшом участке ночью мне все понравилось пока я их отмывала в общем лет было очень долго поэтому шкаф я красила где-то часов до двух с часов с десяти вот считайте сколько времени 11-12 час в общем 4 часа я покрасила шкаф тумбу и вешалку и все то есть все что я потратил я вот могла только вечером ночью идти потому что у меня значит мой муж у меня со старшим сыном уехали у меня какая-то такая свободная ночь а младшего положила спать она без запаха и я работал вообще запаха нет вообще даже когда красишь никакого вот даже меловые краски пахнут мелом но есть специфический запах вот все я все перекрасила поэтому если начнете красить к чему я все говорю эту длинную речь к тому что запасать с несколькими валиками вот лучше валик поменять и свежим красить либо вот кисточкой в принципе она хорошо и кисточкой ложится то есть таких особых разводов нет тем более можно кисточкой и чуть-чуть валиком где-то подправлять если нет и от валиком вот эти узкие когда у из-за того что у меня выпуклая вот эта часть то мне пришлось поперек еще красить потому что вдоль я вот никак не могла проводить мазки из-за того чтобы не прокрашивать у меня как это в пуклы она обратной стороне там ровные я покрасил вот обратную сторону в три раза быстрее это щук 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 а переднюю вот из-за вот этих выпуклости я и покрашу и кисточкой нанесу а потом валиком вот почему я там долго мучилась но все-таки я сделала это поздравьте меня так что решайтесь бежать сильно решайтесь у меня приходила в гости вот знакомые прям недавно на каникулах и я показал двери а их можно перекрашивать вот видишь я вот решилась я долго тему изучал показал как у меня была она у меня первый раз гости как стало конечно как стало лучше чем как было конечно лучше поэтому не бойтесь перекрашивать обновляйте свою мебель это во первых и выгоднее во вторых вот действительно у меня такое ощущение что у меня прям полное обновление что у меня новые новые какая-то мебель при этом я вот и силы и времени и денег затратила меньше всем пока это не мотание следующее видео про покраски будет про швы я их уже докрасила и сейчас я для вас уже их практически сняла осталось тоже монтировать эти два видео наверно выйдут друг за другом подряд всем пока оставайтесь со мной на канале позитивных идей это кто это решил что венге из моды вышла это что за новость это что такое посмотри в магазинах сколько это венге оно самое самое популярное самое модное испортило шкаф и теперь еще что-то умничьей здесь нам показывает понимаешь перекрашивать это кто же придумал шкафы перекрашивать о макдоналдс